Добрый день, друзья! Сегодня у нас интересная тема. Вообще, если честно, интересная тема, я не выступаю. Чем она интересна? Кто-то считает, что это скучное мероприятие внедрять в компании бюрократические процедуры, оформлять положение регламенты и делают только то, что требуют нормативные документы, создание локальных нормативных актов в части трудового законодательства и на этом ограничиваются. Это одна сторона медали, люди, которые не понимают ценность регламентации процессов и делают только то, что требует законодательства от них. С другой стороны, я тоже знаю компании, в которых очень сильно зарегламентирована вся деятельность и практически на каждую операцию, на каждый процесс есть описание либо в виде должностной инструкции, либо в виде положения, либо в виде какой-то регламента. Есть даже специальные отделы, которые генерят такие документы, они по-разному могут называться, там отдел формализации бизнес-процессов или отдел подготовки нормативных документов, но называться-то по-разному, да, но смысл в том, что это люди, которые целенаправленно занимаются подготовкой таких бюрократических различных процедур. И как любого события в нашем мире, да, наверное, не надо все красить в черно-белый цвет, там черный, когда вообще ничего нет, допустим, белое, когда каждый процесс зарегламентируется, нужно пытаться найти середину, да, нужно выбрать свой цвет в этом многообразии, в этой многообразной палитре и понять для каждой компании, где тот уровень, на котором нужно остановиться. То есть не, с одной стороны, иметь описание процессов, да, которые нужны действительно компании, и мы поговорим об этом, как понять, что описание процессов компании нужно. А с другой стороны, не скатиться в такую, в тотальную бюрократию, когда, во-первых, тратится огромное время на описание процессов, время — это деньги, да, для компании это расходы, с другой стороны, полностью подавляется инициатива людей, потому что шаг лево, шаг вправо от бизнес-процесса считается нежелательным, да, от описанного бизнес-процесса. Давайте начнем с того, зачем, да, какие выгоды получает компания, если она двигается в сторону формализации своих бизнес-процессов. Во-первых, это вопрос мотивации, как ни странно, я его поставил на первое место. Почему? Потому что есть два подхода к мотивации персонала. Возьмем, допустим, сотрудников отдела продаж, и, предположим, вы компанию только создаете на подъеме, вам нужно, как говорится, чем больше, тем лучше, да, продаж, и тогда никаких регламентов, ничего нет у вас. Вы тогда мотивируете сотрудников отдела продаж от выполнения даже не плана продаж, а просто от объема продаж. Допустим, говори, вот твой оклад на 50 тысяч рублей, плюс там 3% от того, что ты продал за месяц. Вот, пожалуйста, как продаешь твое личное сугубо дело? Хочешь, звони, хочешь, пиши, хочешь, объезжай на машине наших потенциальных клиентов. Это один подход. Другой подход, когда компания описывает все возможные каналы продаж, да, все действия сотрудников отдела продаж и платит не за выполнение плана, не за объем продаж, а за выполнение процесса. Допустим, вы вменяете в обязанности сотруднику, что он должен сделать, например, 30 звонков в день, отправить 40 писем, да, и сделать две встречи в неделю. И при выполнении этого плана вы его премируете. Соответственно, вы берете на себя эти риски, что то формализованное описание каналов продаж, которые вы предлагаете своим сотрудникам, должно привести к росту продаж. И здесь, как мы говорили, наш мир не черно-бело, да, не бывает лучшего варианта. Если компания на старте, да, то, скорее всего, ей подходит минимальная бюрократия и максимальное участие персонала, максимальная мотивация персонала от достижения определенных задач, там, для продавцов это объем продаж, да. Когда находится компания уже в определенной зрелости, и вам нужно не столько увеличивать в разы объем продаж, сколько соблюдать план, потому что, если, допустим, вы производственная компания, и от того, что ваши продавцы выполнят план в два раза, перевыполнят, а производство не справится с этим объемом, да, никому от этого лучше не будет. Это будет, наоборот, дестабилизация компании. Поэтому вот, когда компания выходит уже на определенный объем, да, достигая такого плата в своем развитии, вот тогда необходимо и подключать определенную инструкцию и менять мотивацию сотрудников. То есть не нужно уже говорить, чем больше, тем лучше, да, нужно говорить, что вот есть план, а чтобы достичь этого плана, есть определенные процедуры, которые ты должен сделать. Это вот, и я считаю, что для меня это на первом месте может быть по важности, да, такая выгода формализации, когда вы можете мотивировать сотрудников от выполнения описанного бизнес-процесса, от выполнения регламента процесса. Следующий важный шаг для меня лично – это экономия времени руководителем, да, я работал и финансовым директором, и генеральным директором, даже главным бухгалтером, и когда я хотел разгрузить, делегировать свои обязанности сотрудникам, я должен был написать им письменную инструкцию, да, неважно, как она называется, регламент, нужно настраивать инструкцию, но для меня это регламент в первую очередь. Тогда я был уверен, что я могу это делегировать, да, потому что есть разные, знаете, варианты делегирования, есть вариант делегирования, когда вот делай, как считаешь нужным, вот это плохое делегирование, вот нужно делегировать так, делай, как я считаю нужным, да, то есть вы должны сначала сказать сотруднику, как вы считаете нужно, сказать в виде регламента, и потом делегировать, и более того, в этой процедуре оставить еще контрольные точки, чтобы вы были уверены, что эта процедура выполняется. Почему я еще написал третий пункт – повышение качества работы. Я там сказал повышение качества исполнения бизнес-процесса. Потому что, по-моему, в теории Кайдзенда есть такая идея, что хороший результат не может быть достигнут плохим процессом. Читается, что если вы процессы ходите или леете, описываете, формализуете, оптимизируете их, тогда и результат качества выполнения процесса, качество работы будет на высоте. Четвертый пункт – снижение зависимости от персонала. Это попытка уйти от звезд, которых вы вынуждены держать в компании, даже если они начинают сесть не всегда адекватно. Описание процесса, описание процедур, который позволит снять с одного сотрудника и делегировать другому выполнение определенного процесса – это тоже важная часть, зачем нужно процессы формализовать. Ну и важное замечание пятое. Если компания развивается, ей нужно масштабироваться. То есть есть, допустим, одна структура сейчас, вам хочется открыть два филиала. И самое простое, что вы можете делать, это написать процессы, которые есть в вашем головном офисе, и передать их на выполнение филиала. Это может быть проще. Это, конечно, не заменяет обучение персонала, но одновременно с обучением выручаете им инструкцию, далее регламент процесса и контролируете его выполнение. Если мы говорим о том, что компания созрела для того, чтобы начать свои процессы формализовать, то возникает вопрос, с чего начать. Это, знаете, когда автоматизацию начинают… Вопрос, с чего начинать автоматизацию внедрения, допустим, МРП-система, если открыть русский план счетов и русский баланс, то на первом месте основные средства. Но давайте начнем с них автоматизацию. Хотя умные автоматизаторы знают, что начинать надо с самых ликвидных активов, с автоматизации денежных средств. Но это я пример такой привел. Здесь тоже есть свои хитрости. Надо понимать, что есть основные процессы в компании, те, которые создают добавленную стоимость. Чаще всего это закупки, производство, если компании производственные продажи. Есть компании, есть процессы обеспечивающие. IT-обеспечение, финансовое обеспечение, HR-обеспечение. Так вот, наверное, один подход – это взять самую важную из процессов, причем это цепочки добавленной стоимости, покупки, производства, продажи, и заняться им, начать его формализовать. Либо есть второй вариант – это процесс, который хуже всего налажен, который дезорганизует работу всей компании, от него многие страдают. И, как ни странно, часто бывает этот процесс, по моему опыту, либо согласование договоров, что это убивается кучей времени, и постоянные дергания персонала и руководства в этом процессе, они дезорганизуют работу. Либо даже согласование платежей, да, есть тоже такое. То есть это связано со всеми подразделениями, со всеми бизнес-процессами, потому что всем нужно делать оплаты, и HR-менеджеру, и сотруднику отдела закупок. Да, это вот, если процесс плохо организован, то это многих касается, и многим доставляет неприятности. Соответственно, как только мы улучшили один процесс, можем приступать к следующему. Есть, кстати, еще интересный третий подход, я его называю американский, когда начинают любое действие с самого простого. То есть вот есть самый простой процесс, не знаю, там, оформление, допустим, человека на работу, да. Он описывается уже, это дает, как бы, задел ступеньку для того, чтобы показать, что процесс формализации в компании начался. Какие бывают документы, да. Вот я выделил пять основных документов, которые регламентируют процессы компании. Это политики, положения, регламенты процессов, инструкции для конкретных исполнителей, еще есть должностные обязанности. Примерно они расположены по убыванию, я бы сказал так, стратегичности, да. То есть вот чем выше в этой иерархии у него процесс, тем он покрывает больше область деятельности компании. Вот рассмотрим на примере, что такое политики. Да, политики – это такие документы, которые чаще всего относятся ко всей компании. Не к отдельным подразделениям, а ко всей компании. И вот самый характерный пример, который вы знаете, это, конечно, учетная политика. Да, она затрагивает не только бухгалтерскую службу, но в ней могут предъявляться требования к оформлению документов и другими подразделениями. Коммерческая политика, техническая политика, да. Допустим, коммерческая политика – это описание общих принципов, как компания продает свои товары, как она их рекламирует, какую пиар-активность проводит. Это такие общие положения. Причем, что интересно, я замечал, что чаще всего политики, вот такие, как коммерческие и технические, присутствуют в крупных компаниях или в иностранных компаниях. Для них это привычно иметь такие документы, которые описывают такие общие подходы, допустим, к коммерческой деятельности или к технической деятельности компании. Следующий вид документов – положение. Это для меня документы на шаг ниже, на шаг ниже уровня. Они тоже чаще всего относятся ко всей компании в целом, но все же они группируются под определенные процессы или группы процессов. И вот здесь я привел пример трех положений – в уплате труда и примирования, коммерческой тайны и управления проектами. И курсивом я написал цель, ради чего это создается. Я вот не считаю нужным создавать бумагу ради бумаги, писать процесс, потому что создать положение, покрывающее всю деятельность компании. Нужно понимать, положение любое стоит денег. Это затраты ресурсов компании на их подготовку, но и самое важное – затраты времени руководителей на их подготовку. Потому что если такие документы готовятся специальными отделами, а руководитель компании их даже не считает, это выброшенные впустую деньги. Вот руководитель компании, он должен участвовать, не скажу, что активно, но хотя бы участвовать в составлении таких документов. Почему? Потому что одна из обязанностей руководителя, если он хороший руководитель, это учиться и уметь делегировать. Делегировать выполнение определенных процессов, процедур нежестоящим подчиненным. И вот такие документы, политики, положения, регламенты, они и являются инструментами делегирования. Когда вы не просто говорите, иди, считай зарплату, а вы говорите, считай зарплату вот по такому-то алгоритму. И утверждаете этот алгоритм, хотя бы вы его читаете. И вот, допустим, если говорить о положении о плате труда и премии, зачем его нужно создавать? Ну, во-первых, это для того, чтобы при приеме новых сотрудников разъяснить им систему мотивации. Потому что чаще всего в таком положении отписано, что бывают квартальные премии, бывают годовые премии, и описаны механизмы их начисления, если этого нет в трудовом договоре, допустим. И важная, конечно, составляющая оправдания с налоговой точки зрения выплат премии. Потому что мы знаем, что чтобы включить премии в уменьшение налогоблагаемой базы по налогу на прибыль, нужно соответствовать определенным критериям. И вот чтобы такие соответствия происходили, ради этого и в положении они описываются. Как сделать так, чтобы все премии, которые начисляют компания, они попадали в уменьшение налогоблагаемой базы. Зачем нужно положение коммерческой тайны? Ну, во-первых, чтобы сотрудники понимали, что есть такое понятие в компании, и они должны защищать коммерческую тайну. Как максимум, но как минимум хотя бы не разглашать ее. И там вписываются важные вещи, которые сотрудники должны делать с целью не допустить разглашения. В каждой компании они свои. Кто-то запрещает вообще копировать на флешке любую информацию, кто-то запрещает выходить в интернет с рабочего компьютера. Ну, это, может быть, уже такие излишние перегибы, но все равно высказаться о том, как защищать коммерческую тайну в компании руководитель должен. И положение управления проектами сюда привел. Да, зачем? Потому что для меня это важно. Тоже в компаниях, которые есть, допустим, проектный офис, то все подразделения компании должны знать, какие права в этом офисе. Почему? Потому что чаще всего управление проектами он сквозняком проходит через все подразделения. Допустим, есть проект запуска нового продукта, нового товара в производство, потом в продажу. Это затрагивает всех. И отдел закупок, и управление производством, и маркетинг, и продажи. И если такой проект ведется проектным офисом, тогда все должны понимать, какие у него права есть. То есть, может он прийти и сказать так, мне нужно два человека на завтра решить такой-то вопрос. Вот для таких, почему положение пишется. Еще раз повторюсь, да, я не считаю, что нужно покрывать все поле компании регламентирующими документами, например, положениями. И каждый раз, когда вы решили создать какой-то документ, вы должны разъяснить хотя бы себе, ради чего? Ради чего? Потому почему? Потому что если у документа нет цели, мало того, что он становится бесполезным, он становится еще и вредным, потому что это как бы сотрудникам, сотрудники начинают думать, что да, это все ерунда такая, они там создавали, можно не читать. Нет, надо читать все. Все, которые созданы, нужно читать и читать внимательно. Мне ознакомиться под роспись ради того, чтобы вы понимали, что это не формальность, это действительно требование компании выполнять такие положения. Если говорим про регламенты процесса, да, это документ уже, который может относиться не ко всей компании и описывает либо группу процессов, либо один процесс. И это самый, наверное, распространенный документ, больше всего их в компании существует. Ну, может, только даже на инструкции могут похвастаться, посоревноваться количеством с регламентами процессов. Обычно процесс состоит из схемы, записания, потом из записания, как процесс управляется, да, из схемы управления процессом, какие есть функции исполнительной обязанности и какие документы генерируются в ходе этого процесса. Я привел тоже здесь три документа, три регламента. Регламент согласования документов на оплату, регламент процесса закупки, регламент процесса продажи. И вот зачем они нужны? Зачем нужно согласование документов на оплату? Потому что вы должны, во-первых, сотрудникам донести об их обязанностях, да, если они, допустим, участвуют не только в формировании заявок на оплату, но и в согласовании. А во-вторых, и это тоже важно, и это, кстати, не все делают, или, так сказать, мало кто делают, описывают ответственность за согласование документа. Вот что значит, допустим, что бухгалтер поставил галочку «Ознакомлено», неважно, в электронном документобороте или в бумажном документе поставил свою подпись. То есть, что это значит? Допустим, а нужно написать, и это обычно я в регламентах расписываю. Что этим он подтверждает, что налоговых рисков у компании не возникает, там документы на оплату и закрывающие документы поставляются корректно, ну и какие-то еще вопросы, то есть, нужно их все описать. Что значит подпись, что значит подпись генерального директора, если он согласовывает, да, это тоже нужно понимать и самому директору, и сотруднику. Если говорить про регламент процесса закупки, то кроме того, что это определение обязанностей сотрудника в рамках процесса, еще и определение временных рамок. Допустим, я покажу пример сегодня, где мы увидим, что там каждый понедельник в такое-то время происходит такое-то событие. Это тоже важно, добавив в процесс такой метроном, да, не просто вот мы когда-то делаем, а попробовать это привязать к дням недели, не знаю, там к числам месяца, к какому-то временному, времени внутри дня, то есть, когда происходят эти события. Если говорим про регламент процесса продажи, мы вначале, помните, говорили про мотивацию, да, и вот как раз в регламенте процесса можно установить нормативы выполнения операций, чтобы определить мотивацию сотрудников. То есть, в регламенте процессы вы пишете, что есть там такой процесс или там процедура, которая называется обращение к клиентам с помощью писем. Вы описываете, там сформируется письмо, там, допустим, шаблон согласуется начальником отдела продаж, и тут же можете написать, что требуется от менеджера составление такого-то количества писем. Например, да, если вы хотите их за это мотивировать. Инструкция исполнителей. Четвертый документ, документ, это уже требование к конкретной роли, да, к сотруднику или к роли. И он чаще всего опирается на информационную систему. То есть, он не просто должен, ну, я говорю, как должно быть, он не просто должен писать, вы должны создать договор. Нет, вы должны создать договор. Допустим, если вы договоры делаете из, например, 1С печатаете, то вы должны сказать, куда зайти, какую кнопку нажать, да, чтобы распечатать договор. Такая подробная инструкция позволяет вам легко ротировать, то есть, менять персонал, да, и позволяет не бояться большой зависимости от звезд каких-то, которые сидят на своих рабочих местах. Вот примеры привел, инструкция, да, по формированию платежного календаря, предположим, в системе 1С РП. То есть, она такая уже, инструкция прям подробнее некуда, да, то есть, это для конкретного человека, допустим, для бюджетного контролера или для бухгалтера, кто формирует платежный календарь. Зачем она нужна? Во-первых, если вы внедряете новую информационную систему, такая инструкция будет полезна, потому что не всегда обучения бывает достаточным. То есть, человек что-то запомнил, что не запомнил, а инструкцию потребовать внедренца бывает всегда полезна. И при смене исполнительной, конечно, да, как мы говорили, при ротации персонала такая инструкция тоже будет полезна. Есть еще вот инструкция проверки качества товаров, если мы говорим, допустим, про производственную компанию, то здесь что важно? Здесь важна уже не связь с информационной системой, а последовательность контрольных операций. Сначала там взвешивание, потом там тестирование на электропроводимость и так далее. Ну, понятно, что зависит от товара, да. И важно определить, как это фиксируется. то есть не просто проверьте, но вы должны в каком-то журнале или в какой-то информационной системе делать отметку, что такие проверки проведены. И это уже требование системы качества товара, да. Тот, кто сертифицировался из вас по ISO 9000, да, знает, что эти вещи всегда важны для того, чтобы получить, чтобы пройти аудит по системе качества. Должностные обязанности. Последняя группа процессов, пятое. Для меня она важна. Есть, конечно, должностные обязанности, которые нужны, например, для должностных обязанностей бухгалтера, да, чтобы избежать конфликт ситуаций при исполнении трудового договора. Это я должен делать, это я не должен делать, мне за это платят, мне за это не платят. Вот, пожалуйста, ваши должностные обязанности. Как их юридически оформить, это другой вопрос, не будем останавливаться, да, с точки зрения трудового законодательства. Может ли работодатель менять, приняты должностные обязанности или не может включаться, они должны в трудовой договор или не включаться. Такие мы, с вашего позволения, юридические термины не будем обсуждать. Для меня должностные обязанности всегда выступают как джопофер. То есть, когда я приглашаю сотрудника на работу, даже бухгалтера, даже, допустим, внедренца 1С, да, я всегда пишу ему джопофер, в котором, ну, кроме того, что описываю, кто там начальник, кто его подчиненный, да, описываю его обязанности, которые он должен делать, когда выйдет ко мне на работу. Вот для меня такой джопофер является обязательным. Я не всегда пишу должностные обязанности после выхода на работу, потому что уже поздно, да, человек уже вышел. А вот до выхода, это, знаете, договориться на берегу, да, что я ожидаю от человека и он понимает, что от него будет требовать и для него не будет, ой, я не думал, что нужно будет еще такие документы составлять. Вот поэтому джопофер и пишется, как бы, как, такая квинтесенция должностных обязанностей. Теперь хотел показать вам, здесь пока я остановлюсь, и хотел перейти, если нет вопросов, если есть вопросы, то готов их выслушать. Хотел перейти к примерам документов. Да, Сергей, у нас, если позволите, давайте мы все-таки пару вопросов разговариваем. Они как раз касаются, собственно, вот подходов к формированию подобных регламентов. Так, Людмила интересуется, Людмила, а кто, на ваш взгляд, должен формировать регламент? Руководитель подразделения, на которые этот документ распространяется? Ну, идеальный вариант, наверное, да, потому что это входит в его обязанности, его обязанность управлять сотрудниками, в том числе с помощью делегирования, а вот инструкция или там регламент, это инструмент делегирования, да, по сути это доверенность, я бы так назвал, да, то есть когда вы человеку что-то поручаете, если говорить теоретическим законам, вы даете ему доверенность, что я вот тебе разрешаю там делать квартиру что хочешь, или что хочешь, только там все, что кроме продажи, и вот здесь регламент выполняет роль такой доверенности, да, когда вы человеку доверяете выполнение работы, вы вручаете ему там писательный документ и регламент. однако не всегда у руководителя подразделения может быть столько времени, чтобы сидеть там и выписывать подробно регламенты, в таком случае есть помощники у него, это либо специальный отдел, либо специальное подразделение, либо там секретари, да, те, кто могут оформить это, но все равно как бы идеи в должностные инструкции, идеи в регламенты должен заложить руководитель, то есть нельзя сказать, нельзя сделать так, что сотрудник вызывает, хотя в многих компаниях так, к сожалению, происходит, когда руководитель вызывает сотрудника подразделения, которое отвечает за рекомендацию и говорит, ну вот у нас есть бухгалтер, но пришел, ну иди напиши ему обязанности. И что начинает делать, открывать интернет и искать типовые обязанности бухгалтера? Ну, спасибо, конечно, но это совсем не то, что нужно. Все равно руководитель должен высказаться хотя бы устно, под запись сказать, вот такие-то обязанности должны быть сотрудника, такая-то область ответственности, такие-то формы мотивации. Вот все равно это должно исходить от руководителя. Ну и в принципе получается, что если мы выходим на работу, на новую работу как руководитель подразделения, то, соответственно, целесообразно рассмотреть все должностные инструкции своих подчиненных, чтобы понимать может быть коррективы. И еще, кстати, вот вопрос, наверное, развивая вашу вот идею про шаблонные документы, как раз Алла интересуется, как вы относитесь к тому, чтобы брать шаблоны рекламентирующих документов? Ну, его можно взять за основу, да, я бы сказал, от него оттолкнуться, но все равно его нужно адаптировать для своей компании, потому что, ну, я так хочу сказать, вот можно опять предупримерить за автоматизацией. Я не знаю ни одной компании, которая бы взяла типовую, допустим, систему 1С какую и внедрила без доработки. Вот сколько таких внедрений прошло, человек всегда нужна адаптация. К сожалению, нет идеального решения, да, такого, которое бы всем подошло. То же самое относится и к документам типовым, скачанным из интернета. То есть, хотя бы потому, что есть различные виды, различные отрасли, да, в которых человек работает, там, в услугах одна история, в продажах другая, в производстве третья. И даже те же обязанности бухгалтера могут кардинально отличаться в зависимости от отрасли. Поэтому вот, ну, я думаю, что нет таких универсальных инструкций, которые подошли бы всем подряд без изменений. Абсолютно с вами согласна. Все, тогда движемся дальше. Да, хорошо. Так, сейчас я открывать документы. Хотел вот поделиться с вами регламентом одного из процессов, процесса закупки, пройти по нему, как примеру. Вот, я покажу сегодня много, наверное, документов, сколько мы успеем, да, чтобы не затягивать, не буду поднять, но на этом регламенте хочется становиться подробно. Почему? Потому что он, ну, для меня или с какой-то мере образцом. Когда я его готовил, да, я уделил много внимания ему, и он, не поверите, проработал вот с 17-го года, конечно, с изменениями, да, но уже там почти 6 лет, даже больше. с 17-го года.